Плановое заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации прошло в присутствии представителей основных ведомств и структур. Главный вопрос – как уберечься от заражения коронавирусной инфекцией и что делать, если уже заразился. За два дня до этого в Десногорске уже был введен режим повышенной готовности, согласно ранее опубликованному указу губернатора Смоленской области Алексея Островского. В режиме повышенной готовности работают и лечебные учреждения. Нормативы работы были рекомендованы структурами ФМБА и Департамента здравоохранения еще на стадии пассивного распространения коронавирусной инфекции. По истечении двухнедельного карантина и при отсутствии симптомов человек возвращается к нормальной жизни. Если же состояние ухудшилось, он подлежит госпитализации. В настоящее время на территории области это единственное учреждение, областная инфекционная больница, которая располагается на базе первой городской больницы. Находясь в Десногорске в случае недомогания, первое, что нужно сделать – это вызвать скорую помощь. Врачи проводят осмотр пациента, в том числе и на территории МСЧ-135, которая принимает решение о госпитализации. «И дальше скорой помощи в сопровождении бригады скорой помощи с соблюдением мер противоэпидемической осторожности они транспортируются в областную больницу». Особые меры приняты и на градообразующем предприятии. Смоленская АЭС и ее подрядные организации ввели режим повышенной готовности. Он включает более 20 специальных мероприятий, некоторые из них – в тесном взаимодействии с МСЧ-135. Особые меры приняты на Смоленской атомной электростанции. Исполняющий обязанности заместителя директора по управлению персоналом Владимир Исаев отметил, что на Смоленской АЭС проводятся необходимые мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Максимально сокращено количество массовых мероприятий, в том числе деловых встреч. Работникам станции ежедневно проводятся измерения температуры. Уборка помещений производится с применением дезинфицирующих средств. Усилена информационная работа с сотрудниками. Разработана памятка по профилактике коронавируса. 20 марта на Смоленской АЭС создан оперативный штаб. Ведется ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки в цехах и в отделах станции. Также Владимир Исаев обратился к жителям города о необходимости более тщательного соблюдения мер профилактики. Вся актуальная информация о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Десногорске размещается в городских СМИ, в том числе в эфире телеканала Десна-ТВ. Данные также предоставлены в интернете на официальном сайте администрации Десногорска и в группе «100% Десногорск» в социальной сети ВКонтакте. Олег Соловьев, Илья Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ.